И витание всем глядачам и подписчикам канала «Сейчас». Я Олена Кырык. Я рада витати на стриме «Разум земной» Сергей Жирнов, специалист из международных видностей и спецслужб, колышний старший офицер службы зовнішнего розвитка КДБ СРСР та Руси. Сергей Олегович, рада вас видеть. Приветствую. Здравствуйте, Алена. Я тоже очень рад. И привет всем нашим зрителям. Я традиционно возвращаюсь до всех наших глядачей. Будьте активными и подписывайтесь на авторский канал Сергея Жирнова, на нашу эту платформу. Ну и так само чекаем, що будете підтримувати це відео своїми вподобайками, тематичними комментариями цілого ввеску, вашими питаннями та поширнями. Сергей Олегович, нашу с вами сегодняшнюю беседу хочу начать с того, что Путин наделил главу российского Минобороны полномочиями устанавливать порядок допуска граждан в гостайне в подведомственных министерствах структурах. Можно ли считать это расширением полномочий Минобороны РФ и, как считаете, с чем это связано, если да? Ну, это такая административная мера, на самом деле. Я бы не сказал, что это прям как какая-то революционная вещь, потому что, ну, понятно, что за соблюдением гостаймы гостайна наблюдает ФСБ, и, в принципе, нужны были согласования с ФСБ. Между ФСБ и Минобороны война. Вот тут интересно, почему именно Минобороны наделяются такими полномочиями сейчас? Ну, потому что это просто проще для чиновников, потому что когда вам нужно согласовывать с каким-то ведомством другим наделение, значит, этой самой гостайны, то все это усложняет процедуру административную. То есть это просто сложно делать. Вот. И, по-моему, это... Вот раньше, на самом деле, это делалось так. В советское время в каждом министерстве предприятий был так называемый первый отдел. И вот этот первый отдел занимался как раз гостайной. То есть он занимался допусками. Допусками к секретным материалам, к материалам пользования. Сам этот самый секретный отдел, в принципе, он был на предприятии, но он имел контакты с КГБ. И там обычно сидели либо подкрышники КГБ, либо отставники КГБ. И, значит, занимались этим всем делом. Вот. Я так думаю, что это просто возвращается, вот эта старая история. То есть, грубо говоря, это не куда-то там документы отсылать надо. Прямо в министерстве будет приниматься решение. Это просто упрощение административной процедуры. Олегович, сейчас, кстати, российские паблики пишут о том, что Шойгу, несмотря на вот эту вот кампанию по обвинению в коррупции его бывших заместителей, все равно плетет интриги и все равно влияет на какие-то государственные назначения. Откуда сила у Шойгу сейчас в сложившейся системе координат, когда, собственно говоря, 12 его заместителей уже дают показания правоохранительным? Ну, он-то сам ведь не дает показания. Он сам еще числится секретарем Совета Безопасности. То есть, в принципе, вполне себе приличный орган, где сидел раньше Патрушев, который считался вообще чуть не основным действующим органом государства при Патрушеве. Так что в этом смысле у Шойгу сила в том, что он близок к Путину. И у Шойгу сила в том, что Путин не хочет его сажать в тюрьму. Пока что не хочет. И поэтому человек, который может позвонить Путину или может зайти в кабинет Путину, в принципе, у него административная сила его черпается вот отсюда. Потому что... Что там людей, которые точно так же, как Шойгу, могут спокойно зайти в кабинет Путина? Их ограниченное количество? Так, безусловно, ограниченное количество. Потому что, ну, во-первых, Путин не любит работать много. Вот, и поэтому он принимает, на самом деле, не так много людей. Вот у него есть какой-то ритуал. Вот, допустим, мы знаем, что накануне вот так называемых выборов, которые они проводили в прошлое воскресенье, субботу и пятницу, Путин, например, встретился практически со всеми кандидатами в губернаторы, там, и так далее, и в мэры, которые должны были избираться. Вот, это вот ритуал. Да, но у него есть еще ежедневные какие-то вещи, то есть доклады, там, я не знаю, начальника внешней разведки, доклады директора ФСБ, доклады начальника главного управления разведственного генштаба, министра обороны, там, премьер-министра и так далее. Это могут быть ежедневные доклады, это могут быть еженедельные доклады. Вот, и плюс, к тому же, у Путина есть еще какие-то люди, которые не встроены формально в вертикаль власти, они не являются никакими чиновниками, вот, там, типа, Ковальчука, Ковальчуков, там, Ротенбергов, там, и так далее, да. То есть они занимают какие-то свои должности, но они не встроены в вертикаль властной структуры. Вот, и с ними Путин встречается уже отдельно, так сказать. Это кооператив «Озеро», это там шашлыки, баня, там, я не знаю, дача, и с ними обсуждаются какие-то другие вопросы в неформальной обстановке. Вот, и вот Шойгу, Патушев, они входят как раз в этот круг лиц, которые могут с Путиным встретиться, ну, не то, что открывают ногой в дверь его кабинет, но, скажем так... Не влияют на его решения, правильно? Кадровые в том числе. На Путина влияют все на его решения. Путин вообще сам не принимает никаких решений. Он предпочитает всегда спросить у многих людей их мнение, когда ему каждый человек выскажет свое мнение, а потом думает, думает, думает и выбирает чье-то мнение. То есть у него собственного мнения очень редко когда бывает. Потому что вы должны понимать, что по конкретным каким-то направлениям деятельности государства вы не можете даже после 25 лет быть специалистом. То есть надо слушать специалистов. Если вам нужно принять решение по Министерству обороны, надо слушать специалистов из Министерства обороны, специалистов из Совета безопасности, самого министра обороны. Кого Путин слушал, когда принимал решение сделать ракировку Шойгу на Белоусова? Он слушал, во-первых, самого Шойгу, а во-вторых, он слушал Сечина, он слушал других каких-то людей из Крепиатево озера. И принимал такое решение. То есть на самом деле вот эти самые замечательные папочки, которые ему носят, ведь есть какие-то люди, которые ему носят эти папочки. Он их читает. И потом на основании этих папочек и таких бесед он принимает свое решение. Там мы можем прочитать во многих прогнозах аналитиков, что прогнозируются изменения в силовом блоке РФ. На кого будет опираться Путин, на чьи данные, на чьи папочки и насколько серьезными могут быть сейчас изменения в силовом блоке в ближайшие месяцы? Это старая история. Об этом говорится каждый месяц уже 25 лет. Каждый месяц 25 лет нам говорят, что будут менять министра обороны, что будут менять директора ФСБ, что будут менять начальника генерального штаба, что будут менять... Главон МВД. ...разботки, министра МВД и так далее. То есть это все, эти все разговоры, которые постоянно ходят. Но здесь, в принципе, мы понимаем, что когда в Курске состоялось наступление украинских регулярных войск, то его прежде всего проспала Федеральная служба безопасности и ее погранвойска. То есть во голове которых сидит Бортников. Старый человек, который давно просится на пенсию. И которого подпирают там те люди, типа Королева и так далее. То есть на самом деле смена министерства, это тоже естественная вещь, потому что они же все старые. То есть Саилов Шойгу тоже был старый. И строго-строго говорят, и Путина надо менять давным-давно уже. Но они не могут поменять всех сразу. И Лаврова надо менять. То есть там надо менять на самом деле всех. Вот всех, кому уставшие 70, их всех надо менять. Иначе они превратятся в Брежневское политбюро. Но он не может заменить сразу всех на каких-то молодых. Причем у него проблема заключается в том, что существует система отрицательного отбора в Российской Федерации. И получилось так, что отрицательный отбор, то есть когда отбирают не профессионалов, а людей преданных, огромное количество людей, которые просто не умеют работать и не могут работать, некомпетентных людей, сформировалось на высших этажах власти. И поэтому если всех убрать, то вообще ничего работать не будет. Вот Министерство обороны уже 4 месяца не работает. Центральный аппарат его. Потому что, как вы правильно говорили, либо всех уволили, либо всех пересажали. А все, кто остались, или все, кто пришли новые, они еще не въехали, как это все работает. И они еще не знают, как сработаться с новым министром. Еще не знают, кто он такой, сколько он берет, кому надо заносить и так далее. И вся коррупционная схема, которая связана с Министерством обороны, она остановилась. А если остановилась коррупционная схема, то значит остановилась и вся цепочка, по которой принимаются решения, и что-то двигается. И вот и добавить к этой цепочке еще сейчас перестройку Федеральной службы безопасности, или там Министерство иностранных дел, или Министерство внутренних дел. И это очень хорошая была история, была бы для Украины. То есть вот украинцам надо молиться, чтобы Путин решился на все это дело, потому что тогда вообще не будет ничего работать. Вы уже вспомнили о региональных выборах в России, которые прошли в минувшие выходные. Что показали эти выборы? Ну, во-первых, по результатам, которые получили единороссы, это очевидно, что их триумф, потому что, собственно говоря, они увеличили свое представительство, в частности, вот в МОС-Гордуме, по сравнению с выборами 2019 года. Более того, новыми властями уже стали военные, которые принимали участие в этих выборах. Можно ли их назвать вот теми новыми элитами, о которых говорил Путин? И насколько эти новые элиты сейчас, если их можно назвать новыми элитами, сейчас будут нести угрозу самому Путину? Нет, во-первых, давайте разговаривать серьезно. Никаких выборов в Российской Федерации нет. Поэтому не будем... Которые они называли региональными выборами. Давайте назовем это так тогда. Давайте не будем называть это так. Давайте скажем, что никаких выборов в Российской Федерации не было. Была некая процедура, которая была похожа на выборы, которую, как вы правильно сказали, они называли выборами. И поэтому никакого триумфа Единая Россия нет. Потому что, во-первых, нет такой партии Единая Россия. Партия Единая Россия, миллион членов, в прошлом году, когда Привожин шел на Путина, где была эта партия, которая должна была всем миллионам членов выйти на площадя, на площади и на улице и говорить руки прочь от нашего Путина. Нет никакой партии Единая Россия. Есть некий чиновничий, значит, сборник, сборная солянка, где люди просто используют принадлежность к этой структуре для того, чтобы получать какие-то чиновничные должности и так далее. И вот все эти так называемые выборы, это был урок рисования. Вот в школе, я не знаю, вы учились, у вас там был, допустим, черчение рисования. Вы приходили, вам давали листик бумажки, и вы там рисовали, я не знаю, лошадь, домик или еще чего-нибудь. Вот Центральная избирательная комиссия прошлые три дня, значит, прошлые выходные, занималась рисованием. И вот она нарисовала, значит, какой-то процент этой самой партии, она нарисовала явку. Причем некоторые люди, особенные идиоты в этой системе, они перестарались, потому что, в принципе, явка там в среднем была чуть-чуть больше 40%. Вот у некоторых, допустим, в Курске было 47%. Это вот в области, в которой идут бои и в которые зашли украинские войска, у них там аж 47% людей. Это благодаря вот этой электронной системе, которая, собственно говоря, действовала на этих выборах и давала возможность рисовать то, что вы сейчас говорите. Какая разница? Электронная, бумажная, без разницы. Есть Элла Панфилова, у которой есть карандашик и бумажка в Москве. И все. Все рисуется в Москве. То есть думать, что там есть какая-то реальная система, куда реальные какие-то люди ходят, это все фигня. Это абсолютно все фигня. Мы уже говорили это миллион раз. Точно так же, как и Путина никто не выбирал. Потому что, вот помните, есть иногда экстремальные какие-то вещи, которые вне системы вдруг возникают, которые показывают, что на самом деле сама система не работает. Посмотрите, в этом году был сбор подписей за Надежда. Реальный человек. Из-за него реально выстроились очереди 211 тысяч человек. А за кого из остальных кандидатов мы видели хоть одного человека в очереди? Не за кого. То есть все остальные собирают подписи абсолютно незаконно и нереальные. То есть это там через по каким-то спискам через предприятия, по каким-то спискам через муниципальные органы власти, там через школы, через больницы, через воинские части. И вот сейчас, например, был директор ВСИН, который взял и отчитался, что у него 98% заключенных Российской Федерации проголосовали на этих выборах. то есть это вот, ну, понимаете, да, то есть это голосование в концлагере. Пришел начальник концлагеря и сказал, сегодня вы пользуетесь своим правом проголосовать. Кто не воспользовался правом голосовать, 2%, будут расстреляны. Вот и все. И поэтому, значит, все проголосовали. Все, кто не хотят быть расстрелянными, все проголосовали. Ну, то есть, грубо говоря, взяли просто списки всех колоний и всех тюрем и просто по списку всех этих галочек поставили. Даже люди, может, даже и не ходили никуда, даже подписи никакие не ставили. Просто сдали подписные листы, что типа они там уже все проголосовали. Вот и все. Другое дело... Даже история социальной сферы касается, правильно? Касается любых чиновников. Вот в любом месте, где вы не можете убежать. То есть, если вы просто пенсионер, вы живете по месту жительства. Вас надо куда-то там, я не знаю, физически вынуть или вам надо физически урну принести. А вот если вы работаете на предприятии, вы работаете в школе, в больнице, в муниципальном каком-то образовании, в префектуре, еще где-нибудь, то там ничего не надо. Там у них есть списочный состав, значит, этого самого органа и просто они подают этим списком и все. И там вы не можете никуда деться от этого дела. И поэтому так организуется этот урок рисования. Тоже возвращаясь к тому, эти выборы как-то будут влиять на систему или нет? Нет. Ведь люди, которые пришли во власть, они что-то будут делать? Нет, не будут они ничего не делать. Они не будут делать ничего другого, что до них делали те же самые люди, которые... Во-первых, это не власть. Вот все говорят, они пришли во власть. Какой они власть пришли? Они пришли в органы, которые числятся органами власти. Власть находится не в этих органах. Ни один из этих органов не обладает никакой властью. Они сидят для того, чтобы штамповать решения, которые принимаются в Кремле. Власть у Путина в Кремле, в администрации президента. И администрация президента просто спускает разнарядку во все эти органы, в Государственную Думу, в Совет Федерации. И там просто сидят автоматы, роботы, которые по недосмотру являются какими-то живыми людьми совершенно удивительным образом. И они ставят, значит, нажимают на кнопочки. Но если посадить вместо них роботов, то роботы точно так же нажмут на кнопочки. На кнопочки даже еще лучше, чем эти так называемые люди. Вот так это работает. И поэтому от того, что там добавилось три с половиной инвалида, которые прошли через СВО, это не значит, что поменялась социальная база. Потому что, кстати, вот были праймерис в Единой России, так называемой, да, и на этих праймерис практически все кандидаты, которые прошли через СВО, так называемую, они все проиграли. То есть там штучно какие-то люди появились. Это совсем не то, о чем говорил Путин. Потому что, ну, какое, какое лобби, которое уже сложилось 25 лет, оставит власть добровольно. Потому что власть это не то, что вы принимаете решение, чтобы Путину, как вот в Советском Союзе, Компартия, это была власть, потому что это была руководящая, направляющая силы Советского Союза по Конституции. Был Центральный комитет, было Политбюро, были съезды, там вырабатывались решения, потом эти решения приводились в жизнь всеми остальными органами государственной власти. У Путина нет никакой Компартии, у него нет никакой Единая Россия, нет никого съезда Единой России, где собираются люди и говорят, вот мы там принимаем программу и дальше Путин обязан выполнять эту программу, потому что Путин, кстати, не является членом партии Единая Россия. Добровольно уйти из исполнительной власти, мы это с вами, кстати, обсуждали, просится уже не один год министр иностранных дел Сергей Лавров. Мы с вами это обсуждали. Сергей Лавров в эти дни был с визитом в Саудовской Аравии. Если сквозь призму конспирологии рассматривать этот визит, связан ли он, может быть, с его просьбами все-таки оставить пост главы российского МИД? Нет, здесь никакой конспирологии не надо, то есть конспирология может быть и есть, потому что они там обсуждают, может быть, какие-то там поставки, нарушения санкций американских, то есть вот такая конспирология вполне может быть. А так вообще он министр иностранных дел, он поехал с визитом за границу, это его работа, здесь никакой конспирологии нету. Вот точно так же, как Путин, как глава государства, совершил государственный визит в Монголию, перед этим у него был государственный визит в Азербайджан, здесь никакой дополнительной конспирологии искать не надо. У Лаврова я имею в виду. То есть Лавров в смысле то, что его, он хочет уйти или его хотят уйти, это никак не связано с тем, что он поехал в Саудовскую Аравию. Цель его визита в Саудовскую Аравию, какой ее видите вы, Сергей Олегович? Ну, во-первых, я так думаю, что он обсуждает возможность обхода санкций через саудитов. Вот это такая реально работающая схема, потому что они там пытаются чего-то там обойти, потому что сейчас у Российской Федерации огромные проблемы экономические, прежде всего. Но еще есть внешнеполитические проблемы, потому что Саудская Аравия пытается тоже стать более-менее значимым государством, поэтому через нее можно решать какие-то геополитические вопросы. Плюс, может быть, они разговаривают на какие-то секретные вещи, типа вложение собственных денег Путина куда-нибудь в Саудовскую Аравию, спрятать немножко миллиардов в банки саудовские, и на тот случай, если их всех разгонят и расстреляют. Лавров получается в этой теме главный переговорщик? Да нет, ну Лавров вообще никто, Лавров это абсолютно никто, это валет, да, вот, и поэтому, ну какой он главный переговорщик? Вообще, в централизованной вертикали нет никаких главных переговорщиков, кроме главы государства, то есть только Путин является переговорщиком, все остальные являются просто его исполнителями. Да, можно послать Лаврова для того, чтобы там где-то обсудить какой-то конкретный рабочий момент с какими-то там саудитами. Можно послать Нарышкина в Турцию, чтобы он встретился с Бернсом и обсудил какие-то конкретные рабочие моменты. Это все техника. Лавров не имеет абсолютно никакой самостоятельной роли в вертикали путинской власти. Интересная тема. Телеграм-канал Кремлевская Табакерка написал о том, что Алаудинов недавно попал в очень серьезный скандал. Он раскритиковал молитву за освобождение Курской области возле мощей Святой Матроны Московской и заявил, мол, что такое излишнее внимание к христианским святыням обижает бойцов мусульман. Сейчас по оценке этого телеграм-канала серьезный скандал случился и Алаудинова могут даже заставить целовать Библию. Скажите, пожалуйста, может ли это случиться и действительно ли это вызвало такой серьезный скандал, о котором говорит телеграм-канал? Ну, рано или поздно это станет серьезным скандалом, потому что это, кстати, история, которая длится давно. Путин ведет войну целенаправленную с... Путин Кирилла? С православными христианами. У него есть, безусловно, противоречие с патриархом Кириллом, и у него есть слишком большая дружба с мусульманами и с исламистами. И поэтому, когда этого Алаудинова в Министерство обороны перевели и сделали его чуть не спикером Министерства обороны, то, естественно, это было очень плохо воспринято всеми русскими фашистами, всеми русскими националистами и всеми там людьми из русско-православной церкви, которые посчитали это издевательством над титульной нацией, которая формально считается там 70% россиян русские и православные. И тут вдруг какие-то мусульмане приходят и начинают им говорить. Путин заигрывает с этим делом, но я вам давно говорю, что в России все закончится гражданской резней на религиозной почве. И Алаудинов в этом смысле подлил масло в огонь, потому что, конечно, Путин пытался это погасить, потому что Путин поцеловал икону с патриархом, потом поцеловал Коран с Кадыровым, потом съездил в Тыву и сходил в какой-то буддийский храм, для того, чтобы показать, что он типа равноудален или равноприближен ко всем представителям религий в Российской Федерации, по крайней мере, титульных религий. Но каждая из религий, вот, допустим, уже православные, когда он целовал Коран, сказали, что это ненормально, это плохо, потому что если он православный, то он не может целовать, так сказать, святую книгу другой религии. Он может ее подарить, он может там поклониться ей, но он не должен ее целовать. Вот. И, в общем, на этой истории, я, кстати, вот поэтому у меня там последняя книжка, которую я написал, заклятые друзья Путин и Кирилл Патриарх, потому что вообще вот все, что Путин делает, он ведет абсолютно целенаправленно все к огромной религиозной резне внутри Российской Федерации. И Лаудинов подливает масло в огонь. Кстати, раз уж погружаемся в конспирологию, телеграм-канал Генерал СВР говорит о том, что самая сложная пора Россию ждет в октябре. Тут прочит иммобилизацию и на том, что на общественных настроениях сильно скажется блокировка интернета. Как считаете, вот что это будет за сложная пора в октябре? Кого она коснется, вот эта вот турбулентность, которая может начаться? При всем уважении к моему партнеру по итогам недели генералу СВР, я должен сказать, что последние пять лет он и Валерий Дмитриевич Соловей каждый год раз в квартал говорят, что сложная пора будет через ближайшие три или шесть месяцев. И за этим не стоит ничего другого, с моей точки зрения. Дальше могут люди, потому что когда идет война, всегда можно сделать прогноз и сказать, что нас ждет пора какая-то, потому что до этого, когда они, кстати, оба объявили о том, что Путин умер 26 октября, они говорили, что сложная пора в октябрь. И, кстати, в прошлом году Валерий Дмитриевич Соловей тоже серьезные какие-то изменения прочил в октябре. Ну, Валерий Дмитриевич Соловей еще в 14-м году говорил, что не больше двух лет продержится Путин, в 19-м году он говорил то же самое, в 20-м году говорил то же самое, в 21-м, в 22-м, в 23-м, в 24-м. Вот сейчас они теперь говорят, что, значит, ближайшие шесть месяцев или первый квартал 25-го года. То есть, для меня это, в общем, такая, это не, так сказать, это даже не аналитика, это, ну, просто вот, ну, гадалки выходите, гадалка вам говорит, что когда-нибудь ты упадешь и умрешь. Вот, ну, когда-нибудь действительно это произойдет, да, вот, любой человек возьмет и умрет. И если вы ходили к гадалке, то, и если вот вы верите во все эти дела, да, то скажут, вот, гадалка нагадала, значит, человек умер. Вот, Путин может умереть, и там, что угодно может произойти. Вот, то есть, это на уровне гадания, с моей точки зрения. Ну, смотрите, вы в прошлом году говорили о том, что понимаете, какую игру сейчас ведет Валерий Дмитриевич Соловей, телеграм-канал Генерал СВР, и вот те тезисы, которые там, потому что все решения принимает Патруша, вот сейчас прогнозируется какой-то серьезный, турбулентный октябрь, это имеет определенного слушателя, и это имеет какую-то конечную цель. Сейчас, когда дедлайнами выставляется октябрь, имеет ли это какую-то конечную цель, или это просто пост? Ну, они поменяли, кстати, все это дело, потому что они продолжали довольно долго, даже после смены Патрушева, говорить, что все решает Патрушев, потом поняли, в общем, что такое, такие заявления не имеют под собой, во-первых, никакой реальности, потому что все, кто реально знают, как происходит дело в Кремле, знают, что сын Дмитрия, Николая Патрушева, Дмитрий, вообще ничего не делает в правительстве, он вообще никто, с ним никто не советуется, его не берут ни в какие поездки, ничего, папашку тоже, в общем, уже в огородцу списали, вот, и он ничего не решает, и поэтому они все-таки уже поменяли немножко, они теперь говорят, что да-да-да, все-таки вот уже там Сергей Чемезов, там его группа Чемезова набрала усилия, потому что, ну, если повторять какие-то вещи, которые, может быть, либо были приятны Патрушеву, либо для того, чтобы его утопить, то на определенном этапе уже перестают к ним относиться серьезно, потому что, конечно, говорить о том, что помощник по судостроению, ему докладывают какие-то там министры чего-то, там куда-то, и он собирает у себя где-то там совещание, на определенном этапе становится просто смешно. Будем следить за развитием событий. Сергей Олегович, благодарю вас, как всегда, за интересную беседу и за то, что находите время и возможность общаться с нашими зрителями. Всегда вас рады видеть на канале сейчас и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok